Лепсна. Как и все, в этом году пострадала от заморозков, от весенних морозов. Но что замечу по этому году, что у нее гораздо крупнее ягода. В прошлом году ягода была мелкая, а в этом вот достаточно крупная, да, гроздочки небольшая. Ну, что поделать, смотрите, вот такая красивая гроздь и очень красивый цвет. И от пасмур на сегодня, поэтому не передает всю красоту. Идеально, когда вот снимаешь на утреннем солнце, ягода прям просвечивается. В этом году срезаем поздно, 22 сентября. На сегодняшний день у нас сахар 22 брикс. Косточка такая коричневая чуть-чуть не до конца, но как бы нам достаточно этого сахара. Поскольку мы пускаем это все на игристое и принимаем решение срезать, ввиду того, что завтра пойдет дождь. Ну, как бы нам по нашему времени, по всему удобно это сделать сейчас. Для нас вот эти параметры, они вполне подходящие. Вот, кстати, на этой плоскости, да, и цвет немножко другой. Более яркий, такой более розовый. Иногда кажется, что как будто фотографии с Лепсной специально обрабатывать нет. У меня реально такой цвет. Так вот здесь он светлее, а на той плоскости вообще темная-темная вишня. Вот первый раз на Лепсне видим такой цвет. Вкус тропические фрукты с легкой терпкостью. Очень сладкая. И вот сейчас, ну, по ощущениям, кислоты мало. И вот сейчас ягодку раскусываешь, и прям сразу такой один сок. Даже мякоти становится мало, а в основном один сок. По болезням каких-то глобальных замечаний нету. И всегда шикарно, надежно зреет глаза. Ну, в принципе, оно и видно. Паланга, как и многие другие прибалты, в этом году, вот прям такая очень темная. Есть вот там в тенечке на второй плоскости. Такая гроздочка розоватая. Мы привыкли к такому ее цвету. В этом году все выкрасилось в темное. Вот такие интересные грозди, красивые. Тоже таких грозди у нас давно не было. Очень носы на все это охотились, что не удивительно. Потому что вот я рядом с кустом сижу, у меня слюнки текут. Такой здесь запах вкусный. Вот такая вот красотища. Ну, по Паланге интересно. Вот замечание этого года. Если у Лепсны наоборот, ягода крупная получилась, то у Паланги. Ягодка меньше, чем обычно. Но гроздочки такие вполне себе хорошие и красивые. На 22 сентября сахар 18 Брикс. Нам более чем достаточно. По вкусу ягода сладкая. Чувствуется легкая кислинка, что для нас тоже очень хорошо. Потому что кислота вина нужна. И здесь кислота очень легкая. Даже если просто, например, ягоду кушать, она абсолютно ничуть не мешает. А просто гармонизирует вкус. У Паланги большая сила роста. Прекрасно вызревает лоза. Хорошая устойчивость к заболеваниям. Мы Палангу делаем в игристых винах по типу пятнартов смеси с другими прибалтийскими сортами. Ядвига галюнаса и галюнаса. Вот такая красота. Такие очень яркие, очень нарядные грузди. Смотрите, показываю эту красоту с другой стороны. И вот здесь еще ее часть. Ну, очень нарядная. И у нее может быть различный окрас в зависимости от температуры. И особенно перепадов в день и ночь. Было мы ее срезали такую желто-розовую. Но в этом году она вот такая. Запах нереальный стоит возле куста. Здесь находятся сразу слюнки текут. Земляника. Что-то еще какие-то фрукты. Очень выразительный. И очень яркий. Ну, теперь посмотрим поближе. Ябота крупная, груздочка тоже довольно крупная. Примерно три на побег. Она грузится, шикарно зреет лоза. Вкус приятный, фруктовый, как мне кажется, с легкой медовой ноткой. Ягода очень сочная. И вот на сегодняшний момент, 22 сентября, такой год, держали максимум до последнего, тем более, что погода позволяет. Очень сочно. Фактически в ягоде остается один сок и мякоти уже совсем мало. Что касается сахара, на сегодняшний день 18 брикс. Да, сахара не очень много, но также немного кислоты. То есть по ощущениям ягода совсем сладко, но вот рефрактометр показывает 18. Шапага выдает вот такие вот длинные грузди, может быть. Две такие грузди на побег. Ягода тоже может быть крупнее. Такая мелочь это особенности этого года, особенности этого сезона. Что характерно для супаги, это цвет. Вот с этой стороны, где-то солнышко попало, поэтому ягодка желтоватая. А вот там на той плоскости висит гроздь, она вообще зеленая по цвету, вот совсем. Вот здесь тоже желтоватая, зеленая. И кажется, что она не созрела. Нет, для супаги это нормально, иметь такой цвет. При этом она полностью готова. Даже вот покажу. Коричневая практически полностью вызревшая косточка. Вкус яркий. Фруктовый ананасный. Хотя кто-то говорит земляничный, но не знаю, я здесь чувствую ананас. Прекрасно зреет лоза. У нас супага имеет среднюю силу роста. По заболеваниям вопросов особо к ней нет. В Ордово в этом году урожай небольшой. Почему? Потому что косто восстанавливали. Еще после того, как были повреждения градом, надо было тут с ним поработать. Поэтому урожай небольшой. Тем более, что весна внесла свои коррективы. Обычно у него розочка плотная. Но так получилось. Еще тут и осы приложились, и птички приложились, что несколько зуб подпортили. 22 сентября. Коричневая косточка. Яркий фруктовый вкус. Аромат тропических фруктов. И аромат речи. Для тех, кто не знает, идем в магазин. Покупаем любой напиток с ароматом речи. И четко будете знать, о чем я говорю. По сахару 22 в желтых ягодах. В более зелененьких 20 на сегодняшний день. А вот это у нас СЛЭ. В этом году прям очень такой веселенький. И розочек тут есть. По сравнению с годами предыдущими. Несмотря на то, что сезон начался не очень хорошо. Вот это тоже он. И вот здесь он. То есть тут его порядка в кои-то веки. Желтенький по цвету. Тоже вот в этом сезоне он смог набрать прям такие хорошие, красивые характеристики. На 22 сентября. Сахар 20 брекс. И коричневая косточка. Приятный такой фруктовый ананасный вкус. Подмешиваются еще какие-то тропические нотки. Очень интересные. Чуть-чуть в шкурке есть такая легкая-легкая вяжущая нотка. Которую не сильно замечаешь. Но так можно немножко ощутить. Прекрасно сделает лоза. Средняя сила роста. А тут ни пасыков особо нет. Ничего по болезням тоже не сильно. Он к чему-то склонен. Довольно неприхотливый сорт. Здесь конечно дышать невозможно рядышком. Потому что очень сильный запах в этих фруктов. Он чувствуется. Мы используем наигристое. Но используем с другими сортами припалтийской селекции. Потому что они прекрасно друг друга дополняют. И дают очень интересный, яркий фруктовый напиток. Игр叔父. Игр叔父. Игрыш. Игры. Игрыш. Игрыш. Субтитры сделал DimaTorzok